С детства помню запах гороха с копчеными ребрышками, такой суп моя бабушка варила только в печке, печки сейчас у многих нет, но вот как приготовить горох с копченым ребрышком я вас научу. При подаче на стол, суп можно украсить веточкой зелени или добавить к нему горст гренок. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Для того, чтобы горох в супе не был твердым нам нужно замочить его в холодной воде на ночь. На следующее утро встаем, берем для супа копченые свиные ребрышки и разделяем их по косточкам. А теперь берем сковородку, желательно, с толстым дном, чтобы овощи не сгорели, наливаем в нее растительного масла и кидаем туда лук, обжариваться до золотистой корочки, после чего к нему должна присоединиться морковь, нарезанная мелкой соломкой, все перемешать. Теперь в сковородку выкладываем ребрышки и тушим их минут 5, потом все перемешиваем и снова под закрытой крышкой тушим еще минут 10. 10 минут прошло, в сковородку выливаем 200 мл водой, закрываем крышкой и тушим еще 20 минут. Подписавшимся, больше вкусностей. Ребрышки убираем из сковородки и оставляем их в сторону, а тем временем, в сковородку к луку и морковке добавляем горох, перемешиваем, закрываем крышкой и тушим на умеренном огне 10 минут. Пока горох тушится, мы должны отделить мясо от косточек и порезать его и опять убрать в сторону, в сковородку выливаем еще 1,5-2 л воды, сковородку брала глубокую, почти что казан, вы можете взять обычную кастрюлю, но вылить в нее все содержимое сковородки и довести до кипения, затем в кастрюлю добавите мясо и мелко порезанный картофель, лавровый лист, перец, закрыть крышкой и варить еще минут 40. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Копченые свиные ребра 800 грамм, горох колотый 300 грамм, картофель 3-4 штук, лук репчатый 1 штука, морковь 1 штука, лавровый лист 3 штуки, перец горошек 4-5 штук, соль по вкусу, количество порций 4-5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Попробуйте, и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.